Еще несколько замечаний относительно предыдущей практики. Но прежде чем я их озвучу, есть ли какие-либо еще вопросы по этой практике? Вы имеете в виду, когда вы наблюдаете за умом, но глаза держите открытыми, взгляд ни на чем не фокусируется и периферия затемняется. И нет чувства пространства. Нормально ли это вариант? В самом деле я хотелось как раз этот вопрос прокомментировать, поэтому несколько замечаний добавлю. Мы увидели все преимущества, связанные с поддержанием открытого положения глаз в этой практике. Разумеется, здесь, в такого рода окружении, где множество других людей, можно будет заметить, что перед вами двигаются другие люди или какие-то другие объекты. Что, вероятнее всего, будет отвлекать ваше внимание этого движения? В подобного рода окружении, где присутствует какое-то движение, и вы не способны это движение контролировать? Что может быть полезно? Не следовать взглядам за движениями. Чтобы не следовать взглядам за движениями, можно выбрать, например, точку на полу. И опять-таки использовать это пятно на полу в качестве якоря для взгляда. Разумеется, когда мы практикуем дома, у нас есть возможность как вздумается обустроить окружение. И если мы новичок, в этой практике может быть полезно медитировать перед пустой стеной, чтобы ничто внимание не отвлекало. Кроме того, в зависимости от личного устройства мы можем менять уровень освещения. Например, если мы человек, который легко приходит в возбужденное состояние, освещение можно ослабить. А если мы, наоборот, человек, который легко впадает в притупленность, освещение можно сделать ярче. Кроме того, мы можем также менять вектор взгляда. Опять-таки, если мы замечаем, что впадаем в сонливость и притупленность, то поднимаем взгляд. Если перевозбуждаемся, опускаем. Все это вещи, которые мы можем корректировать в зависимости от того, что мы за человек такой. И как я уже упомянул, по мере того, как мы погружаемся в любую практику Шамадхи, роганы-чувства начнут понемногу отключаться. Что будет касаться, разумеется, и зрения. И могут тогда проявляться подобного рода переживания. Что совершенно нормально. А вот чего не надо делать, так это специально расфокусировать глаза. Потому что так мы их напрягаем. И также не надо стараться держать их открыто. Это тоже будет их напрягать. То есть мы просто естественны и расслаблены. И если мы замечаем, что нас беспокоит любой свет, любое освещение. Дома мы можем использовать устройство, которое называется MindFold. Это бренд так называется. Это специальная повязка, разработанная для медитации. Используя ее, можно держать глаза открытыми. Но при этом мы в кромешном мраке. Но опять-таки, если мы человек, который легко впадает в притупленность, может, для нас это не лучший вариант. А вот если мы человек, очень светочувствительный и легко возбуждающийся, нам это может хорошо подойти. По моим наблюдениям в аргументации у меня существует два вида отличий. Первое – это когда мы начинаем думать и наблюдать, понятно. И второе – это когда в момент наблюдения за объектом всплывают какие-то неконтролируемые случайные образы, что-то похожее на сон, потому что это как бы что-то совершенно случайное. И это отличается обычно, когда фокус прославляется. И что это – я засыпаю так много. или это тонкая вялость, которую описывали, говоря о кролике, и что с этим сделать. В моем обзорвании, когда я смотрю, два types of distractions arise. Один из них – один из них – thoughts appearing, и потом меня following, но это очень obvious. И другой – это разные, uncontrolled имиды, которые происходят в минуле, как они происходят в минуле. Действительно, когда мы засыпаем, мы проходим через этап возникновения так называемых гипногогических образов. Но, как можно надеяться, в медитации наше самонаблюдение заметит возникшую притупленность задолго до того, как мы вот так в эту стадию перейдем. То есть, опять-таки, в медитации мы можем замечать, что катимся к этому состоянию с помощью самонаблюдения замечать это. И затем, может быть, усиливать фокусировку, может быть, поднимать взгляд и избавляться от притупленности. Но если мы все-таки скатываемся в это состояние, то мы близки ко сну. И тогда можно попытаться изучить вопрос о том, почему мы так легко в это состояние полусна в медитации скатываемся. Опять-таки, дело может быть в том, что мы медитируем в очень жарком месте, нам нужно это исправить. Или медитируем после того, как плотно кушали. Или, может быть, мы в целом недостаточно высыпаемся. Тогда решение в том, чтобы проспаться. Кроме того, сессии, разумеется, должны быть краткими. И все это вещи, которые мы можем предпринять, чтобы не скатываться в это состояние полусна в медитации. Но если мы все-таки скатились в это состояние и не получается усилить фокусировку, и мы пытаемся и пытаемся, но мы все равно в этом состоянии застряли, тогда нам, может быть, нужно прервать медитацию, пойти прогуляться или поплескать водой в лицо. Потому что продолжение медитации в этом состоянии пользы не принесет. Это два момента. Первое — это состояние пустоты. Во-первых, такое ощущение притупленности и вообще невероятно, насколько это хорошо или плохо. И второй момент — это страх, боязнь этого состояния. Потому что на персональном уровне это такое умирание, получается. Умирание ума, умирание. И вот, собственно, можно ли научиться принимать это состояние? А в четвертом пункте, когда мы просто наблюдаем за пустым пространством ума, проявляются два момента. Во-первых, присутствует какая-то притупленность, что с ней делать? А во-вторых, возникает страх. Кажется, что ум пропадает, мы перестаем существовать. Что с этим сделать? И четвертый момент — это обсерваивание в полном空е. И хотя это сложно для начальников. Когда мы собираем несколько моментов, или минут, обсерваивание в полном空е, у нас есть два момента. Один из них — это длинность. Что делать об этом длинность? И другой — это страх может возникнуть. Потому что, благодаря тому, что это в полном空е, вы получаете сенсацию, что мозг уходит из-за существования, и что ты уходит из-за существования. Что делать об этом? Я думаю, что он должен читать мою голову. Вы прямо мысли такие мои читаете? Ведь именно этот вопрос, вопрос о страхе, я и хотел обсудить. Именно в силу этих причин. Но что до первого пункта? Если мы скатываемся в притупленность, нам, разумеется, нужно усиливать фокусировку, делать ее более точной. Один из приемов — это, например, возможность поднимать взгляд. А если мы падаем в притупленность, потому что потеряли энтузиазм в практике, может быть полезно временно посвятить себя размышлениям над ее преимуществами. Потому что без энтузиазма мы однозначно будем впадать в притупленность. Что же до второго вопроса? Вопрос о страхе. Давайте вот его разберем. Это переживание очень распространенное. Часто у людей на подобного рода переживания возникает очень мощная реакция. Так что есть определенные полезные советы о том, как с этими переживаниями работать. И в рамках обсуждения этого вопроса хотелось бы зачитать отрывок из «Революции внимания» Алана Уоллеса, потому что именно этот вопрос он в этом отрывке обсуждает. Он пишет. Одна из довольно распространенных трудностей в этой практике – это возникновение страха. О мере того, как вы отпускаете свою хватку за содержимое ума, вы тем самым подрываете свое обычное чувство личной самости, собственной идентичности, которое непрестанно усиливаете мышлением, воспоминаниями и самоотождествлением с личной историей, надеждами и планами. Теперь вы отходите от всех этих привычных опор, которые позволяют подкрепить ваше эго. По мере того, как промежутки между мыслями проявляются все чаще и сохраняются все дольше, ваше осознавание начинает париться в своего рода пустом пространстве, в своего рода в вакууме, где отсутствует непроявлена ваша личность. Вы можете оказаться охвачены страхом, потому что исчезает опора вашего обычного представления о самих себе. Это очень распространенное переживание в данной практике и практиках сходных. Потому что наше обычное чувство собственной идентичности, своей самости основано на двух вещах. Во-первых, наше чувство идентичности опирается на чувство того, что у нас есть прочное тело, плотное тело. Вот это я. Часто нам присуще подобное чувство прочного тела. А еще одна вещь, которая усиливает наше чувство я зачастую, это вся наша умственная активность. Наши мысли, эмоции, воспоминания и тому подобное непрестанно усиливают наше чувство я. Мы отождествляем себя с этими вещами как со своим я. Точно так же, как мы себя с телом отождествляем в качестве я. Когда мы садимся медитировать и расслабляем тело, когда у нас удачная поза, и мы сосредоточены на объекте, в данном случае на уме, плотное чувство тела может ослабнуть. И если мы на уме сосредоточимся очень качественно, то ощущение тела может полностью исчезнуть. Но когда мы сосредоточены при этом на уме, и ум утихает, и остается только это пустое пространство. Ничто не усиливает чувство я. Нет умственной активности, нет чувства наличия прочного тела. А ведь именно с этими вещами, как со своими я, мы себя всю жизнь отождествляли. Поскольку эти вещи больше не проявлены, у нас возникает страх. Ведь мы думаем, что либо сейчас перестанем существовать, либо вообще не существуем. Но это, разумеется, страх иррациональный, и ему не следует уделять ни малейшего внимания. И просто в качестве дополнительного замечания на эту тему еще отрывок из Алана Уоллеса. Учитель Ген Лам Римпа предупреждал своих учеников, что подобного рода ужас вполне может проявиться по ходу их подготовки. Он отмечал, что он сказал, что не отождествляет себя с этим страхом и ни в коей мере ему не верить. Некоторые виды страха основаны на чем-то в реальности. Они защищают нас от опасности, преисполняя наше тело энергией, чтобы мы могли сбежать или любым необходимым образом себя защитить. Но данный вид страха, не имеющий никакого четкого объекта, никакой основы в реальности не имеет. В этом пустом светоносном пространстве осознавания никакой опасности нет. Вам нечего терять, кроме своего ложного чувства независимого все контролирующего эго. Единственная вещь, которая оказывается под угрозой, это иллюзия. Если вы себя с этой иллюзией не отождествляете, бояться нечего. Но если вы отождествляете себя с этим страхом, он может полностью заморозить всю вашу практику и вызвать у вас глубокие виды эмоционального дисбаланса. И потому жизненно важно наблюдать за подобным страхом без отвлечения и без сцепления. Придерживайтесь базовых компонентов практики. Если этот страх проявляется в данной практике, это просто еще одно умственное проявление. Наблюдайте за тем, как он возникает и исчезает. Если вы с ним себя отождествляете, то практика полностью остановится. Страх этот – это страх совершенно иррациональный. Например, если мы боимся того, что вообще не существуем, вывод такой – если вы не существуете, бояться тоже невозможно. Сам тот факт, что страх возникает, доказывает, что вы существуете. Так что страх был иррационален. Когда мы затем рассматриваем практику Випашьины, то начинаем понимать, что не являемся ни телом, ни уму. И если мы по-настоящему это понимаем, то в те моменты, когда мы покоимся в открытом неподвижном пространстве осознавания, никакого страха возникать не будет. Так что это очень хороший вопрос. В чем принципиальная разница в практике концентрации на мыслях и в практике, когда мы концентрируемся, например, в темном помещении с этими глазами, и там и там мы концентрируемся на уме, но в чем принципиальная разница между темными практиками? В чем принципиальная разница между практикой сосредоточения на мысли и практикой, где мы концентрируемся просто... На внешнем пространстве в темном помещении, когда у нас нет отвлекающих объектов в огне. То есть мы и там и там концентрируемся на своем уме. Но в чем принципиальная разница? Это две разные техники? В практике, где мы сосредотачиваемся в темном помещении, на пространстве вовне. И там и там нет отвлечений, и получается, что мы сосредотачиваемся на самом уме. Это две разные техники? What's the difference between the practice of observing one's thoughts and the practice in which in a completely dark space we're focusing on the outer space? In both practices there are no distractions, we become focused on the mind itself. Are these two different practices? Or are they the same? When we talk about focusing on the outer space, are we talking about visually or mentally? Когда вы говорите о сосредоточении на внешнем пространстве, речь идет о визуальном сосредоточении или умственном? Mentally, умственном. А если умственном, то почему речь о внешнем пространстве? Но когда мы концентрируемся в темном полностью пространстве, в темном помещении, когда нет отвлекающих объектов открытыми глазами, получается, у нас субъект и объект теряют свои границы? И получается, что мы концентрируемся на собственном уме. В данной практике, которую мы сейчас обсуждаем, одна из причин, в силу которой мы держим глаза открытыми, в том, чтобы уменьшить цепление за двойственность субъекта и объекта. Потому что если глаза закрыты, то у нас проявляется мощное чувство того, что я вот здесь, мир вон там. Если глаза открыты, то чувство двойственности ослабевает. Но назначение данной практики Шамадхи не в том, чтобы распознать недвойственность, потому что это цель практики Випашины. В данной практике мы держим глаза открытыми, лишь для того, чтобы подготовить себе легкий переход к практике Випашина. Если в этой практике мы держим глаза открытыми, и ум утихает, нет мощного чувства двойственности. И если мы человек с очень мощными интуитивными способностями, у нас может проявиться некое прозрение относительно подлинного смысла этого переживания. Однако в практике Випашины мы сознательно исследуем видимости, для того, чтобы прийти к непосредственному видению отсутствия двойственности субъекта и объекта. Кроме того, в той практике, которой мы будем заниматься дальше, глаза мы также держим открытыми, и в ней мы просто покоемся в переживании осознавания. В этой практике также не особо мощное проявлено чувство двойственности. И если мы, опять-таки, человек с очень мощной интуицией, у нас может проявиться некое понимание, некое прозрение относительно того, в чем смысл этого отсутствия субъекта и объекта. То есть, опять-таки, те практики, которыми мы до сих пор занимались, это просто практики Шамадхи, направленные на развитие спокойного, ясного и сосредоточенного ума. То есть, мы не осуществляем специальные проверки видимости, и мы не ставим относительно видимости и вопросов. А вот когда мы начали сознательно проверять или исследовать видимости, наша практика перешла в категорию випашины. И здесь нам нужно заниматься Шамадхой, когда мы занимаемся Шамадхой, випашиной, и все это не мешать в один суток. Так что теперь давайте посмотрим на практику, в которой мы покоимся в самом осознавании. Эту практику иногда называют Шамадхой без объекта, потому что мы не сосредотачиваемся ни на каком объекте. Дыхание — это объект. Ум — это объект. Мысли, эмоции — это все объекты. Но в данной практике мы ни на каком объекте не сосредоточены. Мы просто осознаем сам факт осознавания. Сейчас, когда мы сосредотачиваемся на объекте, предположим, что мы сосредотачиваемся на вот этой чашке, мы явным образом осознаем чашку, а подспудно осознаем, что осознаем чашку. То есть в данной практике мы просто это переводим на явный уровень. Многим людям эта практика кажется чрезвычайно сложной, не потому что она реально сложная, а потому что она слишком простая. По сути, в ней требуется ничего не делать. Как ничего не делать — нам неведомо. всегда хочется что-нибудь там поделать. И люди потому спрашивают, что же этой практике нужно делать? Но проблема как раз в делании. Перестаньте делать, и тогда практика начнется. Смысл ее в том, чтобы быть. Просто присутствовать, Ведая, что вы осознаете. Вот и все. Давайте осуществим 5-секундный эксперимент. Не нужно никаких поздней медитации сейчас принимать. Просто 5 секунд знайте, что вы осознаете. Ладно? Начали. Сложно было? Вы знали, что осознаете? В этом вся практика. Ни более. Вот и все. Все очень просто. Разумеется, проблема в этой практике в том, что у нас нет привычки просто покоиться в осознавании. Знать, что мы осознаем. И нам постепенно нужно развить эту привычку. Опять-таки, практика это приносит многообразные виды пользы. Ведь мы не только разовьем спокойный, ясный, сосредоточенный ум посредством того, что будем покоиться в переживании осознавания. Практика эта особенно известна своей способностью вызывать интуитивное прозрение относительно природы ума. Так что это в очень значительной степени мостик к практике випаши. Кроме того, эта практика приносит много преимуществ на уровне повседневной жизни. Ведь сейчас, в повседневной жизни, которая у нас обычно хаотична и занята, вникает какой-то раздражитель. Мы на него напрыгиваем. И повсюду вот так мечемся. Исполнившись стресса и возбужденностью. Если бы нам удавалось эту практику осуществлять, просто осознавать сам факт ведения, мы заметили бы, что само наше осознавание совершенно неподвижно. Если бы нам удалось развить привычку покоиться в неподвижности осознавания, эту привычку мы смогли бы привнести в повседневную жизнь. И если сейчас наш режим по умолчанию от возбужденности и отвлечения, при наличии этой практики режимом по умолчанию могла бы стать неподвижность осознавания. Мы могли бы покоиться в этой неподвижности осознавания. И в то же время заниматься делами повседневной жизни. Не увязая в своих мыслях, эмоциях и тому подобным. Так что практика — это очень полезно. Давайте её выполним. А ещё несколько замечаний будут после. Опять-таки в этой практике глаза мы держим открытыми. То есть либо полностью открытыми, либо частично. Приведите тело к состоянию расслабления, неподвижности и бдительности. Приведите тело к zombies. С каждым выдохом расслабляйтесь все глубже. Продолжение следует... Продолжение следует... Просто приведите он к текущему мгновению. Продолжение следует... Сосредотачиваясь на ощущениях отдыхания по всему телу. Продолжение следует... 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 Просто осознавайте, что осознаете. Продолжение следует... Продолжение следует... Мы не пытаемся блокировать мысли и тому подобное. Просто их игнорируем. И просто сосредотачиваемся на осознавании осознавания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Если вы замечаете, что увязли в какого-либо рода возбужденности, напряжения, отвлечениях... Опускайте взгляд... И высвобождайте осознавание в пространство... Отпуская все видимости... И полностью расслабляясь. Продолжение следует... 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 На этой ноте, ибо пришло время обеда, разве что у вас очень краткий вопрос. I think there was emphasis on quick there. Вы сказали, что лучше концентрироваться на одном объекте. Но можно ли выбрать сразу два объекта, если не кажется, что оба метод для меня принесут большую пользу? То есть, например, утром дыхание, вечером ум? Или лучше все-таки один? У меня действительно краткий вопрос. Вы сказали, что лучше сосредоточиться на одном объекте, но можно на двух. И вот если мне кажется, что оба принесут в пользу? Можно, например, утром дыхание, вечером ум? It is indeed a quick question, she said. That's what she said. You said that it's best to focus on one object, but can I do two, if I see that both would be beneficial for me, for example, doing breathing practice in the morning and mind practice in the evening? Yeah. Of course, it would be helpful to be able to do each one of these three practices that we've done. Конечно, полезно было бы научиться выполнять все практики, которыми мы позанимались. And as we've seen, each one have their own unique benefits. Как мы увидели, каждый из этих практик имеет собственные преимущества, приносит собственные виды пользы. So, yes, we could, for example, use the breath in the morning and do the mind practice or awareness practice in the evening? Да, конечно, мы можем медитировать по утрам на дыхании, по вечерам на уме или осознавании, безусловно. And I think that would be very helpful. Это, думаю, нам очень поможет. If we wanted to then really go a lot further in the shamatha practice, но если мы потом захотим продвинуться в практике шамадхи гораздо дальше, then it would be good to focus on one particular object and put a lot of effort into that. Вот тогда будет хорошо сосредоточиться на одном конкретном объекте и много усилий посвящать именно ему. So, it depends a little bit how we use the shamatha practice. Так что все зависит от того, как мы используем практику шамадхи. So, what you suggested, I think, is completely okay. But again, if we really wanted to put a lot of effort into this practice and to go further in the stages, then it would be good to pick one object. Но если бы мы хотели посвятить много внимания именно шамадхи и продвинуться по ее стадиям, было бы хорошо избрать один объект. Okay. Let's break there for lunch. Come back in 3.30. And in the next session we'll look at the compassion practice and how to deal with anger. Сейчас давайте прервемся на обед, продолжим в 3.30, чтобы обсудить практику сострадания и работу с гневом. Продолжение следует... ... ...